Всем профита, с вами Кирилл Эванс и мы сегодня едем с вами аптуализировать наши знания по покупанию, докупанию и усреднянию наших активов на споте, чтобы хоть как-то в этом разобраться, будем считать, сегодня будет очень интересно, вы для себя много инсайдов найдете в этом видео. Друзья, потому устроимся поудобнее, чаечек, кофеечек, хорошее настроение и полетели ближе к делу, пока биткоин пробивает 29 тысяч долларов и бреет всех шортистов. Друзья, ближе к делу. Итак, если вы помните, на моем канале 2 года назад вышел ролик, раскрываю секрет, как заработать деньги с покупания, докупания и усредняния своих активов, неважно по какой цене. Покупка хоть каждый день, хоть каждый месяц, хоть по концепции 10-30-60, которой я пользуюсь до сегодняшних дней. Люди меня то слышат, то не слышат, но сегодня я вам предоставлю уникальнейший инструмент, уникальнейший калькулятор, который мне помог сделать наш математик Вячеслав. Вячеслав, тебе привет и огромное спасибо от всего криптосообщества за проделанную работу. Покажу вам данный калькулятор, потому перед этим, пожалуйста, лайкос за труды, за видос, а Эванс пошел писать новый видос. Всем пока. Да ладно, ладно, что вы это гоните, все нормально, возвращаюсь все, что вы, что вы думаете, я вас так просто отпущу? Ага, поехали ближе к делу. В общем, друзья, данный ролик оставляю по ссылке в описании, а мы идем наши знания актуализировать. Друзья, поехали ближе к делу. Итак, переходим к саланке. Допустим, я тот человек, который пришел на пике рынка, никто не знает, где будет пик, нужно просто подождать, чтобы все упало и начать покупать с падения. Ну, допустим, я не хочу ждать, как мы в сообществе людям показывали, что нужно начинать покупать middle cap активы с 80% падения. Это рекомендация. Только начинать покупать. Конечно же, можно покупать каждый день. Это совсем другая методика. Там будут совсем другие доходности. И low cap активы стоит покупать с 95% падения. Ну, а хардкэп активы, топы, с 60-75% падения. Данная картинка у нас уже лежит в сообществе около двух лет. Также можно покупать по целям. Поставили себе цели купить по 30к, по 17к, по 12к. Две цели закрыли, да и хорошо. Третью не закрыли, ну да ладно, но позицию набрали по целям. Также, друзья, можно покупать каждый месяц. Как я это и показывал, в принципе, два года назад. Разные эти модели и цифры. Покупаем каждый месяц на какую-то фиксированную сумму от своего заработка. Откладываем и не переживаем. Тоже отличная модель. Каждому человеку разная модель подойдет. Ё-моё. Ну и, друзья, моя любимая методика. Покупать с фиксированного процента падения на 10-30-60. Допустим, у вас 10к баксов. Упал биткоин на 35%, я его купил на 10% своего капитала. Если даже вот я здесь купил, цена упала, я не трогаю. Если цена выросла и упала сюда еще раз, я не трогаю. Только если она падает еще на 35%, я покупаю на 30% капитала. На 3000 долларов. И еще одно падение в 35% я покупаю на 60% от своего капитала. И вот моя 100% позиция, которую я запланировал в битке. Друзья, по такому принципу у вас средняя цена будет просто муа. И сегодня я вам это покажу в нашем калькуляторе, который я оставлю по ссылке в описании в своем твиттере. Потому, друзья, без подписки в твиттер не отдам. Слишком много мы в него вложили труда и сил. Итак, друзья, по тому полетели и ближе к делу. Меньше слов, больше дела. Итак, друзья, возвращаемся на саланку. И давайте представим ситуацию, что я пришел в рынок, когда она стоила 200 долларов. И я говорю, Кирюха, ё-моё, я пропустил весь этот рост. Что делать? С падением можно ли покупать? Да, друзья, можно. И можно даже вот такую методику себе построить. Что на фьючах с первым плечом, что на споте. Как хотите, так и делайте. Допустим, друзья, будет условие. У меня 3000 долларов капитала и риск у меня стоп. Это будет минус 300 баксов. Я проманипулирую объемом и сделаю так, чтобы с 50% падения у меня был убыток всего лишь 300 баксов. Все, вот такое будет правило. И буду строить позитивное мат ожидания в виде тейка. У нас здесь есть, значит, цель это 197-198 долларов. И вход на 80 баксов в лонг или покупка на споте. 50% движения вниз даст мне убыток в 300 долларов. В принципе, нормально. 300 долларов убытка, 900 долларов профита. 1 к 3. Теряем единицу, зарабатываем 3 икса. От потери. Нормально. Вошли тут, вот, получили сквиз вниз. Нас закрыло в убыток. Отлично, потеряли 300 баксов. Переоткрыли позицию. Смотрим, у нас уже риск к прибыли 1 к 7. Потому что, в принципе, цель осталась, да, такая же. Но мы опустились ниже и купили на ту же сумму больше монет. Отлично. Тоже, друзья, риск 300 баксов. Риск не меняется. Меняется профит. Почему? Потому что цель остается та же. И, друзья, у нас здесь 1 к 7, 1 к 8. Если я потеряю здесь 300 баксов, и цена отсюда развернется, и как-то пойдет вот так, такими движениями, я получу профит примерно 200. Это будет профит. 300 долларов убытка. 1800 профита чистыми. Красота. Не получилось. Меня и здесь закрыло в убыток. Тоже потерял 300 баксов. Окей, переоткрываю позицию. Здесь цель не поменялась, но стоп уже ниже. Друзья, тоже 300 долларов потери. Стоп не меняется. Риск не меняется. Профит увеличивается. Потому что мы все меньше и меньше имеем цену. И больше и больше покупаем монет. 1 к 17, 1 к 18. Профит будет примерно, друзья, 5400. Минус 300 баксов убытка. Если они были, я получаю прибыль 5100. Если посчитаем, что это было раз-два, то минус 600 баксов. Все равно профит огромный. Ну и, друзья, четвертый раз захожу. Уже меня здесь не цепляет в стоп. Я сижу и у меня здесь общих убытков с трех позиций. Минус 900 баксов. Ну и давайте же посмотрим, что же было, если я бы вот с этих пиков вот так набирал позиции, получал бы стопы. И в общей сложности уже получил бы минус 900 баксов. Баксов. Теперь давайте посмотрим на профит. Вот я открыл последнюю позицию. Здесь у нас к нашим самым амбициозным целям, друзья, позиция 1 к 40, 1 к 39. Круто. Давайте посмотрим, что будет, если мы додержим ее вот этих отметок в долгую, к нашим вот этим вот отметкам в 200 долларов. Я получу профит плюс 11823 доллара. Отнимаю от этого 11 тысяч, вот, 823 доллара минус 900 баксов, получаю 10 тысяч долларов, 923 доллара чистого профита. Друзья, в принципе, все понятно. Если же я дотерплю хотя бы до отметки 40 баксов, а это очень близко, я получу профит 1 к 6, по сути, от своих потерь. То есть я получу профит 1800 долларов. Минус 900, все равно 900 баксов остается профита. Прикиньте. И если я додержу хотя бы в середине, то есть или сюда, или сюда, просто в середине, то есть не ориентируясь на пики или на какую-то первую цель, то посередине будет примерно 1 к 15. И это, друзья, прибыль 9300 долларов. Минус 900, ну, получим 3400 профита. Вот по такому принципу можно открывать позиции, если вы не умеете и не понимаете, как нужно открывать. Но самое главное правило, которое снивелирует 90% таких позиций, это правило вот это. С каких отметок стоит покупать активы впервые, если вы не хотите делать так. Но даже если вы не понимаете, вам даже такая модель подойдет. Посчитайте, и вы удивитесь, что так тоже можно делать. Друзья, это самое важное. Ну, а теперь, друзья, переходим с вами, значит, на биткоин и на другие активы. Что же это за калькулятор магический, который вам поможет понять, в чем прикол? Итак, друзья, что будем с вами здесь делать? Это биткоин. Будем с вами брать котировки топ 10 активов, брать эти котировки, заносить в таблицу и считать. Я уже все за вас сделал с ребятами, потому с 1 числа, уже 2021 года, все котировки топ 10 активов мы сгрузили в табличку. И будем считать все эти модели. То есть, модель покупки каждый месяц по целям, модель покупки по месяцам, модель усреднения 10-30-60, и модель усреднения даже по фиксированному проценту. Что же эффективнее, что круче, и какие цифры вообще получатся? Кирюха, покажи, расскажи. Друзья, без проблем. Поехали. Итак, вот она эта табличка, друзья. И, как по мне, это просто гениально. Это все сделал. Вячеслав, тебе еще раз привет. Спасибо за работу. Это топ. Итак, друзья, слева у нас котировки биткоина с 2021 года, 1 месяца, 1 числа. Поехали. Вот все эти котировки. 862 дня прошло с тех времен, до текущих. Котировки буду дополнять, потому пользуйтесь. Итак, друзья, значит, тут 3 модели. Вот. Вот. И будем с вами их считать. Давайте представим ситуацию, что у меня 100 тысяч долларов капитала. Я ввожу сюда любую цифру. Вы можете сюда ввести любую цифру, но красные ячейки не трогайте. Вот. Это все просчитывается автоматически. Ввожу столько долларов. И давайте в первой модели посмотрим, сколько будет прибыль. То есть, я буду покупать каждый день. Я столько долларов ввел. Оно все автоматом подлило на 862 дня. И получилось 116 долларов каждый день. Я трачу на покупку биткоина. По разным котировкам. Вот. Идут котировки и покупка накопления биткоина. Друзья. Если я бы покупал бы с 2021 года на пике, на любых прострелах каждый день биткоин на 116 долларов, я бы вложил бы за 862 дня 100 к доллару. И у меня был бы P&L по текущим ценам примерно минус 11 тысяч долларов. Но, кстати, был бы, наверное, меньше минус, потому что мы за ближайший месяц котировки еще не подгрузили. Потому что биткоин вырос. Да, там, скорее всего, может быть, даже будет плюс. Потому, друзья, если бы это было бы... Давайте посмотрим на последнюю котировку. Последняя котировка была 27 тысяч долларов. То есть, плюс 2к бакса. В общем, здесь средняя цена 30 тысяч 650 долларов. В принципе, понятно, что если цена вернется к этим отметкам, здесь будет 0. То есть, это и будет наша средняя цена покупки. А теперь представьте, даже если покупать каждый день, каждый день на равную сумму, даже на пике, друзья, когда биткоин стоит 69к долларов, у вас будет вот такая маленькая просадочка или уже профит по текущим отметкам. Как, объясните мне, люди получают убытки в 70%? Это, наверное, всю котлету на пике. Наверное, всю котлету на пике. Не каждый день проводить работу, а купить на всю котлету на пике. Особенно альткоины. Друзья, шо ж вы такие, мать его, жадные. Может быть, постепенно входить в позицию и постепенно с нее выходить. Ну вы и жадюги, ё-моё. Фу, с камина, кто покупает на всю котлету. Вы, друзья, извините, додики. Итак, друзья, едем дальше. Вторая модель. Вторая модель, это модель покупки от цены пика, да, с падением равными долями. Допустим, здесь у меня стоит процент падения 25% и 5 покупок. Я хочу совершить. То есть, когда цена падает на 25%, я совершаю покупку на равную долю от своего депозита. Если покупок 5, то это по 20 тысяч долларов от стака. В принципе, понятно. Итак, друзья, давайте посмотрим. Я купил, у меня получился профит по текущим отметкам 7 тысяч долларов. При текущей цене, где стоит сейчас биткоин, тут будет 10 тысяч долларов профита. Взгляните, пожалуйста, на разницу. Минус 11 тысяч плюс 7 тысяч долларов. Эта модель уже получше. А давайте-ка изменим процент. Давайте поставим 30%. А ну-ка, 7900. Вы можете этими процентами играться и вывести для себя свою модель покупки активов. И понятное дело, чтобы это начать делать, нужно дождаться роста пика и первого падения. И начать вот от этих отметок покупать. Если цена вырастет, а вы купили один раз, вы все равно заработаете. Упадет еще ниже. У вас есть дальнейший план действий. То есть у вас план и на рост, и на падение. Что это значит? Еще раз объясняю, кто не понимает. Я вот здесь могу начать покупать. Да, без проблем. Без проблем. Купил. Есть план на падение. Да, как покупать. И есть план на рост. Что если я купил здесь, оно выросло, я зафиксировался. Все. План есть и на рост, и на падение. Потому, потому Эван с улыбкой выходит на YouTube покупать. Потому что у Эванса все эти два года есть план и капитал. Ну а кто спрашивает, Кирюха, а где взять капитал, зарабатываете капитал. Но модель предельно понятная. Ну а теперь самое интересное, которое к чертям собачьим поломает ваш мозг. Моя модель покупки, которой я пользуюсь все это время, почему у меня такие сладкие цифры и цены. Я могу купить биткоин хоть по 69 тысяч долларов. С данной моделью у меня средняя цена будет близка к дну. Именно поэтому я и говорил, что можно покупать по любой цене, даже с пика. Но если правильно это делать и делать с умом. Давайте посмотрим с вами, что было бы, если я покупал бы, ну по процентов, так давайте, ну 5. Вот так делают люди. У меня был бы вот такой убыток. Каждые 5% покупать что-то, да. Я бы с ума сошел. Лучше, друзья, покупать, наверное, 5 покупок. Вот 5% я сделал, да. Где-то у меня последняя покупка будет на 30к. И вот у меня такая просадка, да. Была бы или даже будет, скорее всего, больше. С 67к по 5% движения где-то средняя цена будет 50 тысяч долларов, да. 50, даже может быть 60 тысяч долларов. Потому такая большая просадка. Друзья, показываю еще раз, что значит модель 10, 30, 60. Итак, друзья, переходим к картинке. Я себе поставил процент 35% и покупаю биткоин по заданным числам. Если с 69 тысяч долларов биткоин падает на 35%, я покупаю впервые на 10% капитала. Вот это цена 32к. Я купил 1 биткоин. Падает еще на 35%, покупаю на 30%, покупаю 3 биткоина. И падает на 60%, покупаю 6 биткоинов. Средняя цена будет очень маленькая и уже будет профит. В этом, друзья, весь секрет и весь прикол. Итак, давайте посмотрим. Значит, я здесь введу 35%. 35%. 35. Давайте посмотрим. Как вам, ё-моё? Со 100к долларов. 10, 30, 60. 46к долларов. Профита. Алёшечка. Алё. А теперь давайте посмотрим. Я не угадывал пик и не угадывал дно. Я просто откладывал от пика процентное соотношение. Не пытался угадывать. В этом был весь прикол. Итак, а теперь давайте посмотрим, по каким котировкам оно покупало. Это самое интересное. Итак, друзья, давайте я здесь введу не 100к долларов и 46к профита будет. Да, я введу 10к долларов, допустим, у вас они есть, да, чтобы вы не пугались. Вот. Это примерно 50% профита будет. Давайте посмотрим, где оно впервые купит на 10%. Это 1000 долларов от капитала в 10к. Впервые оно купит на косарь долларов по котировке 37 тысяч долларов. Я впервые покупал по 32. Смотрим дальше, где купит второй раз на 3к долларов. Итак, смотрим. На 3к долларов купит, так, опа, котировка 22526. Понятно. И где же оно купит на 6к долларов еще? Итак, третий раз. Это отметка 15800. Средняя цена покупки, давайте посмотрим. Средняя цена покупочки у нас будет какая? Можно взять, значит, объем капитала и поделить на количество битков. И вы узнаете среднюю цену. Хоть мы сюда, наверное, еще добавим данную метрику. Вот. Друзья, как-то так получается у меня. А теперь давайте посмотрим. У нас есть здесь и другие монетки. Эфир есть, BNB и так далее. Давайте посмотрим. Итак, если я бы покупал бы эфир каждый день на 100к долларов. Убыток был бы, друзья, 6%. Минус 6к долларов. Давайте я поставлю 10к, чтобы было удобнее. Потому что 100к это слишком много. Итак, 10к долларов. 600 долларов было бы убытка, покупая каждый день. Просто представьте. Один импульс вверх и вы уже в профите. И набираете объем каждый день, не боясь просадки. Это лучшая методика для новичка в долгосрок. Не угадывать. Покупайте каждый день. Цена же снизу стоит очень долго. А сверху очень мало. Потому что у вас будет средняя цена всегда отлично. Не переживайте. Главное дождаться. Теперь давайте посмотрим, что было бы, если я покупал бы эфир на 10к долларов. 4 раза по 30% падения. У меня уже был бы профит. 657 долларов. Красота. А если бы я покупал бы на 10к долларов, по 20% падения от 2000 долларов. 6к долларов профита. А давайте-ка поставим 4800. Погоди. 4800. Это вот здесь написано максимальная котировка, которую можно ввести. Давайте не по 20%, а по 35% введу. Опа. Опа, Пашечки. В общем, вы сможете поиграться этими процентами. Главное, зеленое можем менять, красное не трогаем. И, друзья, вот эти вот проценты тоже можно менять. Главное, чтобы они в сумме давали 100%. То есть здесь может быть 13, 27 и 60. Можете любые проценты выставлять и играться с прибыльностью. Это очень прикольный инструмент, чтобы для себя выявить какую-то свою уникальную модель. Или проверить свою гипотезу. Но мы, по сути, что на истории пытаемся научиться, как с этим работать. Я еще думаю, что в этот калькулятор можно прикрутить аспект уменьшения волатильности. Потому в следующем цикле, наверное, нужно будет покупать с 30% падения. Но я думаю, что результат будет примерно такой же. Потому, друзья, главное вывести для себя правила. И их просто не нарушать. А теперь поехали еще кое-что посмотрим. Давайте представим, что мы с вами тоже Атом. С Атомом делали то же самое. Но использовали правило. Не как на Солане. Купили с любой точки. А у нас есть правило, да? Мы покупаем middle cap активы с 80% падения. 80% падения первый раз. 80% падения первый раз. Мы покупаем с вами Атом. Итак, друзья, это отметка. 8 долларов примерно. 8,6 долларов. Я, в принципе, здесь и купил. И вот представьте. Атом возвращается на 20 долларов. Мы получаем что? 1 к 3. 1 к 3. И наш стоп не задет. Вот вам шикарная позиция. Подходим к колтайм хаю. Это 1 к 8. И подходим к 70 долларам. Это 1 к 15. То есть риск прибыль. Друзья, вот вам все просчеты. А если еще и набирать с падения, с усреднением, вообще горя знать не будете. Потому подумайте, что такое риск менеджмент и мани менеджмент. Это, по сути, мани менеджмент. А то, сколько вы теряете, это уже риск менеджмент. Потому самое главное правило себе придумать. Любые гипотезы. И такое, скорее всего, никто делать не будет. Такие исследования. Только Кирюха, потому что он больной на голову. Больной на голову. В этих цифрах уже утонул. Я столько прошел гипотез за эти 2 года. Вам это отдаю бесплатно. Все свои выводы на этом канале. Потому как минимум лайкос и отправить данный ролик с калькулятором другу. Чтоб ваш друг уже научился, мать его, пользоваться этим всем. И перестал покупать на пике на всю котлету. А набирал потихонечку. Потому что Кирюха объяснил, в чем раньше. Гляньте на цифры. Гляньте, что будет с вами, если вы будете делать по-другому. Вы гляньте, какая огромная разница. Вот здесь я введу для сравнения 10к долларов. Здесь введу тоже 10к долларов. Чтоб вы увидели разницу. Минус 10%. Но все равно это не минус 70%. Если покупать каждый день. Это для новичка лучшая стратегия. Дальше. Минус 4к. Если покупать каждые 5%. И если покупать 10,30-60. 4,600 прибыли к 10 тысячам. Вдумайтесь. Поехали дальше. По атому объяснил. И едем дальше. А что же Кирюха с Ниром? Нир же столько же не дал. Давайте посмотрим. 60, 60, 60. Вот если вы бы с пика просто покупали. Вот он упал. Вы купили впервые по 8 долларов. Дорого, да. Но у вас правило есть. На 10% капитала. Упал еще на 60%. Это уже 3 доллара. Купили на 30% капитала. И упал еще на 60%. Вы купили на 1,02. Это сейчас 60% капитала. Вы в него инвестировали. Вот если у вас была цель в него положить косарь долларов. Нужно было косарь долларов не положить все котлеты в какой-то точке. А купить на 100 баксов здесь. Здесь на 300. Ну а здесь на 600. В чем проблема? Ё-моё, поделить свои риски и потихонечку инвестировать. А не сразу всю котлету. Вот тут влетели. А потом сидят ноют. Ну вы искометроны. Ё-моё. Итак, давайте посмотрим, что же было бы с Ниром. Вот все вкладочки снизу. Есть тут Нир. Давайте посмотрим. Нир. Столько долларов инвестировал бы в Нир. И вот тут я введу, допустим, друзья, на 60% падения. Смотрим. От 10 тысяч долларов. Давайте введу сюда 10к. Вложенных вами у вас убыток 291 доллар. 291 доллар по текущим отметкам. Ёперный театр. Что вы хотите? Вот у вас была бы средняя цена всех ваших монет. Давайте посмотрим. Первая покупка Нира была бы где? Давайте посмотрим. По цене, друзья, 6 долларов. Дорого? Дорого. Окей. Следующая покупка была бы по цене 383. Ну и следующая покупка была бы по отметочке 6к долларов. 6к долларов 1.26. Средняя цена ваших монет, друзья, это как посчитать. Берем наше вложение в 10к долларов и делим на количество купленных монет в сумме. 4.761. Вот ваша средняя цена покупки. 2 доллара. Блин, как же по сути, как же высоко. Вот и все, друзья, нету проблем. Потому не кричите, а просто выведите для себя свою торговую модель, которой нету ни у кого. И просто следуйте правилам, и будет вам счастье. Дальше, друзья, если помните BNB. Где-то получается, где-то нет. Само собой. Не может быть всегда, что везде получается. Вот есть правило. Давайте откроем наше правило. Где правило? Итак, hard cap активы. Покупаем 60.75% падения. Давайте найдем эти цифры на BNB. Итак, друзья, с пика откладываем 60.75%. Это план. Значит, покупаем с вами BNB от этих отметок до вот этих отметок. Что непонятно в плане. Это все наша точка для покупки. Вот здесь мы все выкупаем, что ниже. Вот здесь и вот здесь. И вот вам даже пример. Что будет, если будет стоп. Вот 1 к 3, вот 1 к 5, вот 1 к 10. Если вы верите в то, что BNB будет стоить 1400 долларов. Это уже по позициям. Еще раз говорю, само собой, это не позиции для фьючей. Это просто вам объяснение риска. Сколько я готов положить в риск. Потому, друзья, модель. Еще раз говорю, модель и правило. Ну и по эфиру. Еще раз, я здесь бары открыл. Шикарный пробой уровня вверх. Закрепление первым баром. Если, друзья, у нас тут еще 2-3 бара закроются сверху. Идем дальше. Потому по эфиру такие, друзья, дела. Экстренное включение. Кое-что очень важное забыл вам показать. В данной табличке есть вкладка индексы. Это сумасшедший инструмент для любого новичка. В этом инструменте вы сможете распределить свои активы в процентном соотношении от капитализации криптовалютного рынка. Как он, в принципе, работает. У меня, допустим, есть 100 тысяч долларов. И есть 10 активов, которые я хочу инвестировать каждый месяц. Но я, в принципе, не понимаю, насколько и как мне это все поделить. Друзья, поехали ближе к делу. Итак, друзья, у нас есть 100K долларов. 100K долларов. Раз, два, три. Вводим. И вводим сюда название тикета. Любое, да. И с CoinMarketCap берем капитализацию. Давайте посмотрим. Я вот хочу еще добавить сюда Avalanche, Cosmos и Near Protocol. Итак, друзья. Avalanche. Ищем Avalanche. Вот. Копируем его капитализацию без доллара. Вот, скопировали. Перешли сюда, вставили. Также хочу Cosmos и Near Protocol. Космос еще. Вот. Триер, да, копирую. Сюда. И еще Near Protocol. Хочу. Near, Near, Near. Где мой Near? Вот Near. У него Yard 200. Итак, сюда проставляем. Ну, а теперь смотрим. Друзья, сумма инвестиций посчиталась. И покупка в месяц посчиталась. И процентное соотношение посчиталось. И вывелось все в визуализации. Пожалуйста, пользуйтесь. Именно от капитализации, в принципе, и можем двигаться. У нас будет 63% биткоина, 25% эфира, почти 5% BNB, 3% XRP, 1% Cardano и так далее. То есть, все двигается от доминации или от капитализации. Вот такой прикольный инструмент. Сколько угодно можете добавить активов и распределить правильно свои деньги и поделить на количество месяцев. Можно поделить даже на, ну, допустим, на, ну, на 3 месяца, если вам это нужно. Тоже все пересчитается здесь. Самое главное, чтобы это все работало, не менять вкладки, которые отмечены красным. Меняются только те, которые отмечены зеленым. Пользуйтесь, еще один полезный вам инструмент. В общем, я оставлю всю эту движуху у себя в Твиттере. Потому заходите и забирайте. Я закреплю данный пост в нашем Твиттере. Ну и, друзья, вот что самое интересное. Людям непонятна моя радость, когда людей ликвидируют. Друзья, объясняю очень просто. Зарабатывать на обычном рынке умеют все. На медвежке немножко зарабатывают пусть медведи. Но в долгосроке все потеряют на ошибки. Потому что, когда начнется рост, все медведи продолжат шортить. Все, что они заработали за медвежку, они это все потеряют. Потому что продолжат шортить, не будут верить в рост. Поэтому, друзья, в долгосроке лучше быть кем? Быком. А теперь давайте посмотрим на интересный вопрос. Если сухими цифрами посчитать вероятность, то ставить на белое-черное вероятность выиграть больше, чем на лонг или шорт. Абсолютно неправильное убеждение, друзья. Значит, давайте посмотрим, как вы думаете, насколько может упасть цена любой монеты? Ну, наверное, от любой отметки, логично сказать, на 100%. Вопрос. А теперь, насколько может вырасти от любой отметки? На 200%, на 300%, на 600%. Потому, друзья, математически лонговая позиция всегда более выгоднее, чем шортовая. Потому что я могу потерять максимум 100% движения, а вверх будет идти 200, 300, 600, 700%. И у меня никакой моржи не хватит, и никакое плечо меня там не спасет. Потому, друзья, шортовые позиции в долгосроке всегда, всегда математически хуже в разы, чем лонговые. Потому задумайтесь, что вы делаете. Нужно ли шортить вообще биткоин? Скорее всего, лучше его лонговать, просто ждать падения. Сильного, сильного падения. Всех вытрясли, вы зашли. Никогда оно падает, пытаемся ловить нож. А всех вытрясли, все обосрались, а вы зашли. Вот так нужно делать. Едем дальше, друзья. В общем, портфельчик восстанавливается, и биткоин флипает все альткоины. Немножечко в конце давайте посмотрим на некоторые метрики. Итак, друзья, у нас план был в сообществе, что биткоин будет падать, не пробьет 25к. И что вот эти вот все пики, это люди набирали шорты. Набирали шорты, говорили, все будет падать. Там в некоторых трейдинговых группах понабирали шорты. И просто габела, вот увеличивали здесь свои шорты. Ну и понятное дело, что на отскоке они их или увеличивали, или не закрывали, потому что вот был профит. Там от шорта плюс 1000 долларов. Человек видит отскок, у него уже плюс 800 долларов. Профит уменьшается. Он думает, ладно, это отскок, пересижу. Накопление, выход вверх уже плюс 300 долларов остается. Он уже понимает, что уже нечего закрывать, типа. И потом уже выход, он здесь выходит в безубыток или уже в ликвидацию. Потому, друзья, просто все эти зоны пробрили. Я на этом заработал на трех позициях. Красота. И в сообществе есть люди, которые тоже заработали. Поэтому, друзья, главное выждать момент. Мы не заходили вот здесь в лонг, мы заходили после пробоя и закрепления вот здесь вот в лонг. Не стоит пытаться ловить падающий нож. Вас просто к чертям собачьим ликвидируют. Как вот здесь люди, я видел на бирже Binance. Летит цена, а они шортят, потому что от пика вниз нужно. Ну шортим, шортим, шортим. Оно дальше летит на этих шортах. Боже, шо вы делаете? Шо вы делаете? Успокойтесь. Дальше, друзья, Total потихонечку восстанавливается. И доминация биткоина, само собой, идет вверх. Первой цели, я думаю, что 54-55%. Ну и, друзья, конечно же, 57% по битку. Пока про 60% речи не идет. Вот такие дела. Потому, друзья, еще раз забираем для себя все эти правила. Я для себя их вывел еще 2 года назад. И мне с ними комфортно. Никогда не покупаем на всю котлету. А покупаем или каждый день, или частями. И если вам хочется наблюдать, что будет с ценой монет. Если покупать каждый день биткоин, мы сделали такой эксперимент. Мы бота создали, который покупает каждый день биткоин на 100 долларов. И, друзья, у нас цель 1000 дней. Это, наверное, самый длительный торговый эксперимент. Потому, друзья, подписываемся на этот твиттер. Оставлю его в описании. Подписываемся на мой твиттер. И забираем вот здесь будет первый пост после выхода ролика. С данной таблички. И, пожалуйста, друзья, не кидайте мне запросы на эту таблицу. Взяли, нажали файл. Скопировали эту таблицу себе. И там ее меняете. Мою, пожалуйста, не меняйте. Не кидайте мне запросы. Я уверен, что все равно будут люди, которые не смотрят мои ролики до конца. А бегут сразу же покупать монеты. И бегут сразу же забирать эту табличку. Они все равно будут кидать мне запросы на то, чтобы я с ними поделился данной таблицей. Друзья, не буду я с вами делиться этой таблицей. Скопируйте ее себе и используйте. Зачем вы мою таблицу хотите менять? Зачем? Не надо мою менять. Я вам отдаю ее бесплатно. Просто файл копировать. Она у вас появится на вашем диске с этими всеми формулами. И меняйте. И, друзья, огромная просьба в твиттере под постом этой таблички, который выйдет вместе с роликом, написать, если там будут баги. Мы будем их фиксить. И раз в месяц добавлять новые котировки. В общем, друзья, огромное всем спасибо за поддержку, за просмотр, за то, что понимаете, докупаете, покупаете, усредняете и поддерживаете в это сложное время этот рынок, чем ликвидностью. Потому что ходберы – это те люди, из-за которых, в принципе, биткоин и формирует всегда повышенное дно. Я свой выбор сделал, модели свои уже давно построил, с вами поделился. Думаю, что пост сдал, пост принял. Итак, друзья, всем профита. Всем пока. А Эванс пошел отдыхать. Все, что нужно Эвансу – это лайкос за видос, комментос. Эванс пошел писать новый видос. Уже точно. Все, друзья, всем пока. Увидимся, криптоны. Потому что то ли еще будет ой-ой-ой. Я уже об этом говорил. Потому план готовим и на рост, и на падение. Ну а кто не готовится к зиме с лета, ну, привалит вас там сосулькой или снежком, а вы будете в футболочке. Ну, кто виноват в этом? Ну, наверное, Эванс виноват, что я вас не предупредил. Наверное, так. Все, друзья, надеюсь, все все понимают и берут риски на себя. Эванс просто помогает вам проходить этот опыт проще и легче. Такой таблички точно ни у кого нет. Потому что никто так запариваться не будет. Хотя можно все и самому посчитать. Пойти на атом, отложить тут процентное соотношение и понять, где покупать. Пик не знает. Никто не знает, где пик. Никто не знает. Его просто можно дождаться. Вот падает цена отсюда на 75%. Я не покупаю. Я покупаю только с 80% падения. Жду дальше. Вырастает. Падает. Я только в первый раз покупаю. Правило очень простое, друзья. Просто у вас терпения не хватит. У вас ни у кого не хватает терпения. Потому вы спрашиваете, почему у Эванса такая маленькая просадка, а у нас такая большая. Потому что вы покупаете всякий шлаг в первую очередь. И покупаете его на всю котлету на пике. И даже не хотите разбираться в этой индустрии. Поэтому у вас такие убытки. Потому что когда тут приходит человек, он боится, что он пропустит. А нужно разобраться, пойти, посмотреть на график. Люди даже графики не смотрят. Он просто приходит на биржу и с карты покупает монету. Смотрит мой ролик. Что я покупаю. Он не понимает, что я покупаю. Почему я покупаю. Насколько я в процентах от капитала покупаю. Он просто видит, что Кирюха вот здесь купил 10 монеток атома. Он не понимает, что это там 0,1% от моего капитала. И я только первую точку для входа себе сделал, чтобы просто от нее считать. А человек берет и сюда все вваливает, что у него есть. А потом ноет, что его засадили. Ну, получается, ты себя сам своей психологией и жадностью засадил. Потому, друзья, это было мое такое аутро. Для всех, кто не понимает, в чем дело. Прошу вас, не кидайте мне запросы на табличку. Просто ее скопируйте себе. Файл скопировать. Надеюсь, вы меня услышали. Хоть я и не надеюсь. Потому что все равно к чертям собачьим будут кликать специально. Вот. Буду вас банить. Вот такие дела. Потому, друзья, всех вас жду в Твиттере. Там очень пишу много интересных постов. Почитайте. Вам тоже будет очень полезно. Вот. Жду подписочку на Твиттер, на Ютуб и лайкос за видос. Эванс теперь точно пошел писать новый видос. И немножечко выпью колы уже вместе с вами. Да. Чаечку я уже попил. Немножечко колы. А че нет. Могу себе позволить после такого тяжелого трудового дня. Эти глазики. Красота. Все, друзья. Вам всем немножечко настроения, мотивации. И никогда не унывать. Потому что Кирюха Шо приходит на Ютуб. Чтоб с вами пообщаться. Вас всех обнять. Всех приподнять. Е-мое. Все. Держимся. Я ушел. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok